Всем привет дорогие друзья, с вами Дваска и сегодня я хочу свое видео посвятить легким танкам. Давно ничего такого я не выкладывал на свой канал и героем сегодняшнего видео обзора станет танк Т-37. Это легкий танк 6 уровня США. Я его давненько уже прошел, уже прошел и бульдога. И танк мне понравился и на нем была довольно хорошая статка, довольно легко было на нем побеждать. Но как-то я его так продал, потому что не сильно я люблю играть на ЛТшках, не сильно люблю светить и их пробития обычно не хватает, чтобы сильно влиять на бой. Но этот танк совершенно другой, у него есть сочетание таких приятных параметров, которые позволяют тащить бой. А также этот танк довольно широко используется в командных боях, на глобальной карте, в укрепах. У него довольно хороший ДПМ и приятная, довольно точная пушка. Кстати, у танка самое большое количество ХП на уровне среди ЛТшек. 680 единиц, ну не сильно больше, чем у других, там у других примерно по 600, но все равно приятно. Возможно на один шот вы проживете больше благодаря этому. Что касается пушки. Она у него довольно интересная и заслуживает внимания. Пробитие у пушки 150, это лучшее пробитие на уровне. И голдовая 199, под калибером мы стреляем голдовым. Урон 115 единиц. Немного, но для ЛТшек это нормально, поэтому терпимо. ДПМ у танка 2090 единиц. Ну как для шестого уровня, по-моему это просто замечательно. Перезарядка 3 секунды. Разброс вот не очень, 0.38 на 100 метров. Но, как показывает видео в данном бою, танк вдаль стреляет довольно хорошо. Попадает, конечно, не всегда хватает пробития по танкам 9 уровня. Но, попадал я с завидной регулярностью. Сведение 1.9, довольно хорошее. Также у танка очень хорошая стабилизация. На ходу стрелять, конечно, вряд ли вы попадете. Но, при повороте корпуса и башни, сведение занимает довольно короткое время. Вы можете стрелять спустя секунду-две, вы уже можете наносить урон. Обзор у танка, как для шестого уровня, замечательный. 385 метров. Его, конечно же, нужно будет усилить либо стереотрубой, либо оптикой. То есть, в зависимости от вашего стиля игры. Я играю в активный свет. Обычно я предпочел поставить оптику. Еще из перков на танк можно установить стабилизатор. Для уменьшения круга сведения. Он и так у него небольшой, но тем самым вы его еще уменьшите. И готовно к стрельбе у вас будет гораздо лучше при остановке танка. И поскольку на танк нельзя поставить досылатель, поставил вентиляцию. Тем самым увеличив все параметры танка на 5%. Что касается подвижности танка, то она не самая лучшая среди всех шестерок. Но неплохая. Она не провальная, а довольно на хорошем уровне. 21,4 лошади на тонну, отдельная наша мощность. И максимальная скорость 66 км в час вперед, 22 км в час назад. Скорость поворота. Вот здесь вот не очень такой радостный показатели. 48 градусов поворот корпуса и 44 башни. Что касается башни, это еще нормально. А вот 48 немножко не хватает. И есть ЛТшки, тот же МТ-25 советские, которые поворачивают гораздо лучше. Но это видимо общая черта у американских ЛТшек. Не самая лучшая поворачиваемость корпуса. А также, как я сказал в начале видео, у танка все параметры, они в таком хорошем балансе. У него нет откровенно плохих. У него есть такие, которые выше среднего, средние и отличные. Так вот, у танка еще и из положительных черт, это угол склонения орудия. Минус 9 опускается вниз, пушка и плюс 20 вверх. Это замечательно. Вы можете играть из-за холмов, выглядывать, показывать только кончик своей башни и наносить урон. Взамен минимизировать свои шансы на получение. С тем же советским Т-25 это было проблематично. На нем, хоть танк и тоже довольно неплохой, по подвижности лучше, чем Т-37. Но МТ-25 проигрывает в огневой мощи. У него и хуже пушка, там с пробитием у него проблема. Хоть и со скорострельностью все хорошо. Но и плюс у него не было угол склонения. Это очень и очень мешало в игре на том танке. Касательно тактики ведения боя, в данном бою у нас карта Прохоровка. Танк у нас такой довольно универсальный. Он может как подсветить, так и наносить урон. Варианты развития событий здесь два я вижу для танка. Ну, по крайней мере, в первой половине боя. Первый это подсвечивать танки и постоянно кататься по центру карты. Через холмы, по холмам подсвечивать и уходить. Второй вариант развития это ставить в куст справа на аллее и подсвечивать всех тех, кто там будет ездить. Первый, минусы первого. Очень часто вас могут там расстрелять, если вы как-то будете сильно высовываться. Плюсы вы можете подсвечивать для арты. Арта будет наносить урон по вашим разведданным. Второй вариант постановки в куст тоже довольно заманчивый, но он тоже сопряжен определенными плюсами и минусами. Плюс вы будете просвечивать всю аллею и небольшой участок вражеской карты с другой стороны от холмов. Второе, стоя в этом кусте, вас невозможно просто никак просветить. Даже если уже танк просто едет вам в тыл, все равно вы там светиться не будете. Минусы этой позиции, что в начале, пока вы будете ехать к этой позиции, если светляки умные в вражеской команде, они вас могут просветить. Вся команда вражеская вас просто расстреляет. В данном я нашел для себя оптимальный вариант занятия куста. Я максимально еду по низу. Только когда я остается совсем небольшое расстояние до куста, я начинаю свой подъем к кусту. И то есть по холму я еду очень короткое время. Если бы я ехал по холму, то было бы больше шансов меня засветить и быстро отправиться в ангар от прилетевших плюшек противника. В данном бою все получилось хорошо. Меня не просветили, я занял свой куст. И по двум танкам даже удалось получить урон от засвета. В дальнейшем противники мои не сильно собирались наступать на аллеи. И я решил уже немножко обнаглеть и начинать все-таки наносить урон по ближайшим своим противникам. И вдалеке оказался Е-50. Обратите внимание, насколько далеко он стоит. И каждым шотом я в него попадаю. Не каждый раз пробовал, но тем не менее пушка довольно точно попадала. Пока рядом со мной находятся противники, я пока не решаюсь еще выявлять свою позицию и наносить урон. Пока только продолжаю подсвечивать, как например Леопарда. И вдалеке там Блэк Принь, а также появится и Шкода Т-50. И все, я уже не выдерживаю и решаю все-таки надо забирать Шкоду Т-50 и начинать уже активные действия, потому что дело ближе к развязке боя. И у меня сейчас есть замечательный шанс накидать Леопарду. И тут же конечно нужно драпать, потому что я остался шотным. А получилось Блэк Принца и от Леопарда. И нужно сейчас быстро-быстро уходить подальше и держать дистанцию, на которой я бы смог и попадать и наносить урон. Моя мобильность позволяет мне сейчас переехать в другую точку. Я планирую переехать на центр и оттуда все-таки наносить урон. Вижу на переезде есть Ягдтигр, и у него довольно мало ХП, и я мог бы ими заняться. Принимаю решение ехать на него, и поскольку он один, у меня будет шанс его забрать, либо отвлечь, а союзники мои уже его доберут. Переваливаюсь через холм, беру его на автоприцел, но пока он ко мне стоит лбом, и шансов у меня пробить его нет. Мне же заходить ему только в борт. И, к сожалению, не пробиваю я его. Вторым шотом больше повезло, я его пробил, и остается тут у нас два противника. Но, к сожалению, мне не удастся уже нанести урон по ним. И, как показывает данный бой, мне удалось и посветить, и пострелять. То есть танк может все. Подведя итоги, хотел бы вам сказать, что танк очень классный, поэтому оставляйте его в ангаре, почаще его выкатываете. И, думаю, он вас не сильно разочарует, а будет доставлять только в удовольствие. В итоге по бою 1300 урона было нанесено, доисполненно тысячи урон по засвету. Первая степень. А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дваска. Всем пока.